В канун Великого Дня Победы в селе Пушкино Калининского района состоялось событие, значение которого трудно переоценить. В центре села открыт бюст геройски погибшей в годы Великой Отечественной войны уроженке села Пушкино разведчице Лидии Андреевны Базановой. Именно разведчице, а не партизанке, как многие годы говорили о фронтовой биографии Базановой. Честь открытия памятника предоставлена уроженцу села Пушкино, ветерану войны в Афганистане, десантнику Алексею Костюченкову. Именно он выделил средства на бюст разведчицы Базановой. На торжественной церемонии множество гостей. Представители власти, общественных организаций, депутаты, воспитанники кадетского класса ФСБ, представители юнармии, ученики Пушкинской школы, местные жители, а еще родственники Лидии Базановой. В их числе двоюродная правнучка Лидии – Варвара. Именно с нее известный тверской скульптор Александр Пширацкий создавал образ героини-разведчицы. Даже немцы ее зауважали, ведь расстрел был своеобразным знаком уважения. Ее не повесили, а расстреляли. Во-первых, она как разведчица – это трудная, очень сложная, можно сказать, работа. Она внесла очень большой вклад в защиту своей Родины, в ее освобождение, в то, чтобы на нашей земле был мир, и чтобы вы, наши дорогие дети, внуки и правнуки, росли под мирным небом, создавали семьи и крепили наше государство. Алексей Алексеевич, вы сделали великое дело, особенно в сегодняшней ситуации. Когда наши войны защищают нашу страну от фашизма, вы готовите здесь наш тыл, наше будущее поколение, наших детей, которые видят, что нашим героям на Родине ставят памятники. Молодая девушка, ваша землячка, намного старше большинства здесь собравшихся, которая, ну, она действительно была президентом. Человеком, который стоял на переднем краю, она передала очень важные сведения о перемещении немецких войск по территории Республики Беларусь. Действительно, она героически погибла. Почему я об этом заговорил? Потому что, ну, время сейчас такое, что все стало на свои места. Любовь к Родине, любовь к людям, которые живут на нашей земле, она либо есть, либо ее нет. И вот Лидия Базанова, примерно своей короткой, очень яркой жизнью, как раз показала, как нужно жить, любить, бороться. Все, кто выступал на торжественном митинге, говорили о значении этого события для подрастающего поколения. Ребята должны знать своих героев, воспитываться на их примере, как это было когда-то в Советском Союзе. Недаром в преддверии Дня Победы в Калининском районе прошла научно-практическая конференция «Великая Отечественная война в национальной памяти народа». Завтра на конференции, я все доклады перечитала, ребят, они будут рассказывать, они провели большую работу исследовательскую, будут рассказывать о своих дедах, прадедах, бабушках и прабабушках. Мы сейчас в Завтра живем в очень сложное время. На нашей Калининской земле, в нашей земляку погибло уже 15 ребят. 15 человек, которые стали героями. Они надуждены органами мужества и дали незавтраку. Это те люди, которые защищают сейчас наш мир, наш покой. На открытие бюста Лидии Базановой откликнулась Людмила Скаковская, сенатор Российской Федерации. Ее приветственный адрес зачитал на митинге председатель правления регионального отделения Международного общественного фонда Российский фонд мира Сергей Рогозин. Сегодняшнее мероприятие в очередной раз доказывает и показывает, что мы идем по собственному историческому пути развития, в котором навсегда запечатан героизм, стойкость и самоотверженность поколения победителей. Открывая бюст Лидии Базановой, мы не только вспоминаем подвиг известного резидента советской военной разведки, но и в очередной раз испытываем истинное восхищение мужеством и бесстрашием наших соотечественников. Сегодня как никогда важно, что герои находят общественное признание в полной мере. Даже спустя годы ставятся памятники. Ну а судьба Лиды, она, конечно, заставляет нас еще многое сделать для того, чтобы действительно она получила заслуженный статус героя Советского Союза. Я думаю, что это не вызывает ни малейшего сомнения. Это событие для нашей области, несомненно. Событие для города, нашего областного центра. И, соответственно, событие для вас, односельчан, людей, которые живут на той земле, где родилась, ходила, жила наша Лидия Базанова. Она была в кадрах главного разведывательного управления Красной армии. Она занималась поиском информации статистического характера. Не со всех архивов истории Великой Отечественной снят гриф секретно. С документными материалами о работе разведчицы Базановой долгие годы работал генерал-лейтенант, доктор политических наук, профессор Александр Карпов. Его книга, открывшая новые героические страницы в судьбе отважной военной разведчицы, увидела свет в год 70-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне. И вот спустя годы судьбой Лидии заинтересовался член Союза художников России, автор мемориала «Смоленское братское захоронение» и памятника воинам-интернационалистам тверской скульптор Александр Пширадский. Из старых фотографий, в общем-то, ваял образ вот этого бюста. Но я уже говорила, да, что вот правнучка как раз Варвара наша, она копия молодой, юной Лидии Базановой. И большое спасибо, конечно, и нашему Тверскому университету, нашему президенту Ассоциации выпускников, который, в общем-то, тоже принял большое участие и не только в открытии этого бюста, но и вот в восстановлении как раз мемориальной доски, это в городе Твере, на одноименной улице, улице Лидии Базановой. И правильно вот сказала Ирина Чекунова, что мы будем дальше идти, значит, по пути присвоения вот этого почетного звания, героя Советского Союза, нашей вот тети Лидии Базановой. Скульптор признался, ему легко работалось над образом Лидии. Бронзовый результат этой работы беззаговорочно приняли родственники Базановой. И хотя сама Лидия погибла совсем молодой, не успев создать свою семью, родственников у нее осталось много. Приезжаем, бываем здесь, кое-что так сажаем, домик у нас здесь есть. Это очень приятно, что все-таки она здесь была, все-таки здесь мама охраняла, моя тоже здесь была. И потом мы, наше поколение, и мои дочери уже, и так же, и внуки уже, все стараются как-то к этому причастными выйти. Вот у нас такая родственница была, такая гордость такая, даже вот не знаем какая. Приятно все. Торжественная церемония завершилась в местном клубе, где был показан фильм нашей телекомпании по книге Александра Карпова о героическом подвиге разведчицы Базановой. Мы горды, что наша Тверская земля подарила стране эту замечательную девушку. В глубоком тылу противника Лидия Базанова до последней минуты была предана своей родине. И ради спасения родины от фашистской чумы Лидия Андреевна отдала свою молодую жизнь. Ее подвиг достоин высокого звания героя.